Зелёная книга получила Оскар в номинации «Лучший фильм». Зелёная книга получила Оскар в номинации «Лучший фильм». 7.18. Вашингтон. 25. Фифрия. Новости. Киноакадемия США вручила Оскар в категории «Лучшая картина года» фильм у Питера Форелли «Зелёная книга». 91-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе. Трансляцию вёл телеканал ABC. За звание лучшей картины в этом году боролись «Зелёная книга», «Рома», «Фаворитка», «Чёрная пантера», «Власть», «Чёрный клановец», «Звезда родилась», «Богемская рапсодия». 5.39. В Лос-Анджелесе началась церемония вручения Оскара. «Зелёная книга» ранее завоевала приза гильдии продюсеров США. В последние годы зачастую обладатель награды гильдии продюсеров становился победителем Оскара, но из этого правила достаточно исключений. «Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами», — сказал режиссёр, получив награду. Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» «Мексиканский фильм Ромы статуэтки» за операторскую работу удостоился режиссёр картины Альфонсо Куарон. Он также получил статуэтку за режиссуру. Награду в категории «Лучшая мужская роль» получил Рами Малик, сыгравший рок-звезду Фредди Меркури в картине «Богемская рапсодия». Статуэтки за «Лучшую женскую роль» удостоилась Оливия Калман, сыгравшая в фильме «Фаворитка». Оскара за песню «Шало». К фильму «Звезда родилась» получила певица Леди Гага. Для неё это первая награда киноакадемии, хотя она номинировалась уже трижды. В номинации «Лучший короткометражный фильм» удостоилась мультипликационная картина Бао режиссёра китайского происхождения Домиши, которая рассказывает историю одинокой китаянки в Канаде, чьи дети выросли и покинули родительский дом. 22 февраля, 17-27 «За что дают Оскар?» «За что вручают Оскар?» «И как изменились вкусы Американской киноакадемии в инфографике?» Полнометражный анимационный фильм «Человек-паук» через вселенные завоевал Оскара в категории «Лучший анимационный фильм». Награду киноакадемии США за роль второго плана получил Махершала Али за роль в картине «Зелёная книга». Картина рок-музыканте Фредди Меркури и богемская рапсодия удостоена награды киноакадемии США за работу со звуком и монтажом. В категории «Лучший грим и прически» награду получили гримеры фильма «Власть» с Кристианом Бейлом в роли вице-президента Д.К. Чейни. За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера «Чёрная пантера». Американская актриса Реджина Кинг завоевала статуэтку за роль второго плана в картине «Если Билл-стрит могла бы заговорить». 25 января 75 США трижды отказали в визе мексиканскому актёру фильма «Фаворита Оскара». Редактор субтитров А.Семкин